Тишина, тишина, ребят. Борис Серафимович. Ефремов. Ефремов. Замечательный человек. Паша, почему ты не представляешь? Человек-оркестр, который играет на всех музыкальных инструментах, народной традиции. И он создал чудесный абсолютно коллектив. Тишина. Просто замечательный. И вот ребята его сейчас тоже учатся в Тверском музыкальном колледже. Я это знаю. И мои дети, увидев ребят, которые учатся в Тверском музыкальном колледже, как они играют, и их игру, и их вот этот вот задумок. Прием, прием, меня слышно? Они просто вот, у них были вот такие вот глаза. Это, конечно, это особая вообще вещь. Рожки, которые, ну мы не слышим их вообще. Это тоже ушедшая традиция, уходящая. Это уникальные вещи. Мне очень жалко, что организатор лишил девушек молодых такого удовольствия послушать рожки. Я бы тоже послушала. Ну мы сейчас сыграем, подождите, представьтесь. Так, ну сейчас мы что-нибудь сыграем для начала, а потом потихонечку будем представляться. Ладно? Сразу товар не цову, потом все собираем. В общем, ууу! Пожалуйста! Пожалуйста! Сразу товар не цову! КОНЕЦ 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 Дорогие друзья, мне был заказ на мастер-класс, поэтому я и готовился к мастер-классу. Значит, наш мастер-класс будет посвящен уникальному инструменту, который, я бы сказал так, должен представлять Россию рожок, а не балалайка. Вот рожок это уникальный русский инструмент, не имеющий аналогов в мире по его виду и по способу использования. К сожалению, сегодня рожок находится в таком вот несколько забытом состоянии, но я надеюсь, что рожок все-таки будет у нас подниматься. И сегодняшняя наша лекция как раз будет посвящена вообще рожку как таковому, откуда он пришел, откуда появился, что на нем играли, как он развивался, для чего нужен был рожок и так далее. Вот, если вам будет неинтересно, вы сразу говорите, мы поменяем тему, можем побольше поиграть, можем поплясать. А научиться можно будет играть? Научиться можно, лет через пять. Это самый сложный музыкальный инструмент из того, что есть на Руси. Итак, Владимирский рожок. Во-первых, я хочу представить ребят, кто будет сегодня участвовать. Это студенты музыкального колледжа имени Мусоргского. Если они будут хорошо играть, то в конце я расскажу, кого как зовут. Сразу хочу сказать, почему мы вот в такой одежде, а не в русских костюмах, как вот многие из вас. Это моя позиция, в общем-то, я стараюсь нести ее, объяснить, что мы не играем в старину. А я хочу сказать, что для меня рожок, и для ребят тоже, что это современный инструмент. Это инструмент, который живет сегодня, который красив сам по себе, на котором приятно музицировать. И поэтому мы вот современные люди, современные люди с 21 века, совершенно не стесняемся играть на этих инструментах. Более того, мы любим это. Поэтому не смущайтесь, мы находимся сейчас в русских традиционных костюмах 21 века. Вот. Ну, сейчас мы еще что-нибудь сыграем. Значит, а потом начнем уже от начала до конца. Хорошо? Давайте, что мы сейчас играем? Давайте старт сыграем. Давайте старт сыграем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Ну, можно сыграть что-нибудь знакомое. Да, вот, из сигналов. Ну, все время говорим, да? Ну, да, давайте такой сыграем. То есть, обертонный звукоряд и на передувании мы играем, да, разные мелодические линии. Вот такие рожки, основная их суть в том, чтобы собрать стадо. И собрать стадо, и собрать его с утра, и собрать его потом из леса. Это уже вот, мы говорим о трудовой, о трудовой значении этих инструментов. Давайте мы еще что-нибудь сыграем, пока ребята отдохнули. А потом опять уже продолжим наш разговор. Вам пока не скучно? Интересно. Хорошо. Вы уже выбрали, что играть будем? С пением или как? Давайте просто сначала поиграем, потом уже с пением. КОНЕЦ 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 Это вот рожки, рожки амбушюрного техника. Ну вот, давайте вам вопрос такой задам, интересный. Ну или неинтересный. Вот все вы знаете песню такую. Придет пастух-пастушок, пастух-меликий дружок, ты скотинушку паси, да? Ночевать ко мне ходи. Значит, пастух выйдет на лужок, заиграет в рожок. Хорошо пастух играет, выговаривает. Вот смотрите, это у меня рожок. Это у меня рожок. Это у меня рожок. Так. Это у меня рожок. Ну ладно, чтобы быть более значимым. Это у меня рожки. Привет, Марка. Да, вопрос. На каком рожке играл пастух? От региона зависит. Вот это да. Он знал. Да, действительно, от региона. Смотрите, значит, интересная штука с рожком получается. Рожок... Вот один тип рожков существовал только в одном месте. Два типа рожков в одном месте не существовали никогда. Вот удивительная такая штука. Вот. И от амбушюрных инструментов мы перейдем на чуть-чуть к язычковым. Мит, достанешь свой рожок? У меня все в кармане. Значит, язычковые инструменты, вот такие вот рожочки, вот, или их называют пищики еще, это инструменты из Белгородской области. Причем они называются белгородские пищики, но такие же они белгородские, как и тверские, как и краснодарские. Просто везде эти инструменты были. Просто в Белгороде их впервые записали. Записали и дали им описание. Вячеслав Михайлович Шуров впервые их описал. Поэтому с тех пор этот инструмент называется белгородский пищик. А что у этого пищика важно? Вот это был тот инструмент, единственный инструмент, который вообще был в деревне. Когда спрашивают, село, 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 нет, не Репенко, Красногвардейский район, Сычев, а село не помню. Вот, его спросили, а что это за инструмент? Он говорит, а других не было. Как на инструменте заиграл с утра, так знают, что пора коров выгонять. Как женщины, говорят, идут, на инструменте заиграл, они сразу начинают плясать. То есть вот такой инструмент. И больше другого ничего не было. Вот единственный инструмент. Значит, а что в нем еще важно? Вот этот вот язычок, он является источником звука. Вот. Вот когда люди хорошие сидят, слушают меня, он играет обычно. А когда люди так себе, то может и не заиграть. Ну, так вот он сомневается. Сейчас проверяем до конца уже. Попросить, может. Вот. Вот. А. А? Вот прям такая музыка была. Спасибо, Рожок. Спасибо, Рожку. Да, вы уже думали о том, что вы хорошие люди, да? А теперь знаете об этом, да. Да, действительно, может не играть, ведь жарко сейчас, они высыхают. Вот этот вот инструмент, это Белгородская область. То есть в Белгородской области других рожков не было, только эти. Но мы перемещаемся немножечко по реке Псел из Белгородской области в Курскую область. И там уже рожки другого типа. Покажи, Мить. Ну давайте я свой покажу, а Митя поиграет. Смотрите. Значит, от этого песчика у нас остается всего-навсего одна вот эта часть. Видите? Маленький, вот такой вот с язычком. Видно, да? Вот. У меня уже скоро разлетится он. Кстати, вот этот рожок, он сделал, сделал его дед Егор Плёхова, 84 года ему было, мой учитель. Вот. Он выступал в Москве на концерте в 97-м году. Вот. После концерта вышел, сказал, на, Борик, играй. Вот этот инструмент я берегу уже сколько? Получается 25 лет почти. Это вот рожок, тоже рожок. Но рожок уже Курский рожок. Опять же, почему мы называем его Курский рожок? Ведь такие рожки могли быть и в других местах. Но Анна Васильевна Руднева впервые описала его именно по Курской области. Поэтому мы называем его Курский рожок. Что еще? Значит, Курский рожок использовался для карагодной музыки. То есть под Курский рожок надо было плясать и петь. Ну, всякие тимони, чабатухи и все остальное. И наигрыши пастушки тоже были составляющими вот этих вот рожечных наигрышей. Давай, Митя, всю правду. Наигрыш? Да, какой-нибудь. Да, да. Из Курской. Из Курской, Курской. Ой, девки-камышинцы, понажарили яишинцы. По старому закон повели, все лухат казаков навели. Тихо, тихо, ошо. Не нашли, да? Под сосною спала, на пенек ножки клала. Ах-ка! Хорошо! Тихо, тихо, тихо. Это мы как бы перекличку пастухов сделали. Вот что интересно с этим Курским рожком. И вообще в русской традиции, понимаете, как в сказке. Вот одну сказку пять человек расскажут, да? Вроде суть одна и та же, но все ведь разные слова говорят. Правда? Вот. Так вот и Курский рожок, и то же самое, пищик, и русская музыка вообще вся. Музыку-то играет одну, а мелодия у всех разная. Вот, ну, Митяки мелодия одинаковая со мной, потому что он пока еще не импровизирует, он подслушивает меня, ну и талантливый. Понимаете? А дед Егор рассказывал, как он учился играть на рожке. Он говорит, я на Бухгор заберусь, за кустами, говорит, сижу, слушаю, как взрослые Тимонию играют. С Бухра спустился, что-то вспомнил, то повторил. Потом опять забрался, послушал, опять спустился, ну что-то повторил правильно, что-то такое перепутал. Ну, вроде бы Тимония получается, но уже свой наигрыш. Правильно? Вот, вот таким вот образом получилось, что сколько человек играет Тимонию, я имею в виду не нас, инкубаторских музыкантов образованных, да, а тех, которых мы генерируем с каждым годом все больше и больше, да, а тех музыкантов, которые в деревне. Вот будет 100 музыкантов и будет 100 разных Тимоний, будет 100 разных мелодий. Баба Даша в Курске, в Плёхово, она слушала рожок и говорила, что это играет Дед Крюк. Нет, это играет Дед Егор. А это играет тот, а это играет тот. То есть она, не выходя из дома, знает, кто сегодня пасет. Представляете, кто сегодня играет. Вот, вот такой вот загадочный инструмент. Значит, это вот у нас, смотрите, основное отличие курского рожка, это тростниковый пищик и маленький рог. И следующее отличие, это то, что играется танцевальная музыка. Вот, а теперь мы переходим к местному Тверскому рожку. Считается, что Тверской рожок, основное его главное отличие, это деревянный пищик, но ореховые пищики были и в Курске. То есть ореховые деревянные пищики могли быть и в Курске. Но второе главное отличие, это то, что рок у него, вот рок Деда Егора, который Дед Егор сделал. И вот рок Тверского рожка. То есть получается, большой рок дает большие обертоны низкие. Вот. Ну давайте я Митике дам, пусть Митика что-нибудь сыграет. Он на нем ни разу не играл, но вообще его впервые сегодня видим. Слышите другой тембор, да? Слышите другой тембор, да? Это была импровизация. Да. Красиво. Да. Красиво. Вот. То есть смотрите, вот... Нет, сейчас еще еще не сыграешь. Вот смотрите, то есть этот рожок, он нужен для чего? Тверской рожок, по своей сущности, это рожок, который играет песней. Вот наигрыши бывает специально. Сыграй, кстати, наигрыши, который Псковский. Псковский. Угу. Это вот. Ну еще раз сыграем. ААААААААААААААА team Видите, рожок хорошо звучит. Ему поэтому нравится. Вот. Ну вот, смотрите, вот на Тверском рожке играли песни. То есть, вот как бы песня поется, вот как она поется, так она и играется. То есть, фактически, пастух выходит на рожке и играет какую-нибудь песню. Митя, вот сыграй уж ты... Ну, сыграй вообще песню какую-нибудь. Телеваньку Ключник сыграй. Вот. То есть, понимаете, вот как он пел бы, так играл. Вот. Был такой случай в Москве. Спасибо, Митя. Был такой случай в Москве, когда приглашали народных исполнителей для того, чтобы они на сцене что-нибудь поиграли. И вот вышел пастух такой типа Митя и начинает играть какую-то песню. Он сыграл один куплет, сыграл второй куплет, сыграл третий куплет, сыграл четвертый куплет, пятый куплет. Играет одно и то же. Но он играет и играет, играет и играет, играет и играет. Потом остановился. Ну, а там же образованные все сидели. Дом Союза Композиторов в Москве. Подходит к нему, так, с подковыркой. А что же вы дальше-то играть не стали? Ну, типа, одно и то же, играл бы, играл бы. И этот пастух, который приезжал, он абсолютно серьезно сказал. Вы знаете, я дальше не помню слов. То есть, для окружающих-то он играл мелодию одно и то же. А внутри-то он пел эту песню. Понимаете? Вот такая вот интересная получилась история. Вот. Это вот язычковые рожки. Язычковые рожки. Ну и теперь мы перейдем опять к амбушюрным рожкам. Значит, амбушюрные рожки, они самые лучшие для пастьбы. И пастли с амбушюрными рожками. Что значит амбушюрные? Потому что у них нет язычка. У них есть вот такая вот дырочка. И есть чашечка, в которую вкладываешь губы. И с помощью вибрации губ получается вот этот звук. Вот. Сложное звукоизлечение, но, в принципе, вот можно научиться. Вот. Значит, самый вот древний амбушюрный я показал. Это мог быть рок, вот я говорил, да, про него. Или вот длинный рожок, вот этот длинный, тоже их называли трубы. Или рога тоже называли. Вот. Но потом, с учетом времени, стали появляться игровые отверстия. И игровых отверстий стало шесть. Опять же, вот до сих пор все музыканты спорят, каким образом эти отверстия появлялись. Какой последовательность, какой диаметр и так далее. Это такие разговоры, которые не были лежачего. Вот. Так и не выяснили. Шесть отверстий. Почему? До, ре, ми, фа, соль, ля, си. И опять до. Да, то есть идет игра на передувании. Вот. Это рожок, который пастухи использовали в своей работе. Более того, значит, после смерти Пятницкого, в хоре Пятницкого производился набор. В хоре Пятницкого производился набор рожечной группы. Ну, не рожечный, просто набор людей. Чтобы было больше в хоре людей. И стали приглашать наиболее талантливых людей. То есть кто вот, кто умеет плясать, петь. Ну, а так как у нас колледжа не было, институтов еще не было, поэтому шли все, кто в деревне плясать, петь умел, все шли и туда вот, чтобы работать, чтобы артистами стать. Вот. И такой Николай Гуляев был. Здрасте. Здрасте. И Николай Гуляев, он приехал из Ковровского района, Владимирской области. Его спросили, комиссия сидела, комиссия, его спросили спеть. Он спел. Сказали, ну так, неважно вы поете, что-нибудь, а плясать вы умеете? Он говорит, да, могу плясать, я первый плясу на деревне. Ну, сплясал он. Говорят, ну так себе сплясал, в общем. А на каком-нибудь музыкальном инструменте вы умеете играть? Он говорит, нет, ни на каком музыкальном инструменте я играть не умею. Категорически. Ну, говорит, тогда вы нам не подходите. И он повернулся и стал уходить из этого зала. Ну, типа, попрощался, а на стене висел рожок. И он увидел рожок и взгляд на рожке задержался. И у одного члена комиссии, кто-то из члена комиссии, он этот взгляд перехватил. И он спрашивает, что, знакомый? Он говорит, ну, конечно, это наш Владимирский. А играть умеете? Ну, конечно. Ну, вы что-нибудь сыграйте. И он взял рожок и сыграл «Лучший сад – это мой сад». И вот этот вот Николай Гуляев, он потом стал заслуженным артистом СССР в составе хора Пятницкого. Он самым ведущим был исполнителем в духовой группе. Представляете? Но когда его спросили, вы умеете играть на музыкальных инструментах, он сказал, что нет. То есть рожок – это не музыкальный инструмент, это инструмент для посьбы скотины. В середине 19 века талантливый пастух Николай Васильевич Кондратьев кинул клич вокруг себя, собрал рожечников. Все, кто умели играть на рожках, чтобы сделать сводный хор рожечный, чтобы играть, ну, как будто поют, то есть играть музыку, играть русскую музыку, музыку, с которой они жили, с которой они росли. И вот на его клич собралось больше ста человек. И эти ста человек стали играть в рожки. Стали играть, стали репетировать. И вот за неспособностью, за неспособностью к ансамблюму музицированию, за неспособностью пристраиваться, потихонечку стали по одному, по другому выгонять. Кто-то сам уходил. В конце концов осталось 30 человек, потом 20, и потом 11 человек. И вот этот вот хор, который так и назвали, хор под управлением Николая Васильевича Кондратьева, он и стал лучшим, так сказать, лучшим построением рожечной музыки. Пастухи играли свою музыку так, как они ее пели. Они играли совершенно многоколосную музыку. То есть играло 11 человек, и 11 человек играли каждую свою разную мелодию. Никто друг друга не повторял. Это было вот такой вот... Ну, я считаю, что в мире... Я считаю, что это факт. Ничего подобного в мире нет. И Анна Евгения Ильинева, которая впервые стала писать русскую музыку, русскую песню, и в частности Владимирский рожок, на изобретение такое, называлось граммофон. Вот. А до этого еще было... Панограф. Панограф, да. Она стала ездить в Владимирскую область, она записала, и она привозила в Москву, показывала, какая это музыка. Мы сейчас сыграем один наигрыш из репертуара этого хора, ансамбля Рожечников, под управлением Кондратьева. Называется «Ночка темная». Ну вот, но мы ее не только сыграем, эту «Ночку темную», но мы еще споем «Ночку темную». Но уже другой вариант из репертуара хора Пятницкого. Заигрыш. А или кто там у нас? Да, Андрюш. Называй, да, Андрюш. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok но ему тоже еще немножко подрости, и тоже будут примерно вот такие, как были пастухи. И французы для того, чтобы проверить, ряженые это или не ряженые, музыканты это или пастухи, время от времени украдкой подбегали и дергали за бороду. На что пастухи очень обижались. Но вот этот хор, он существовал до 1923 года. После 1923 года хор закончился в существовании вместе со смертью Пахарева. Пахарев это ученик Кондратьева, который руководил хором после того, когда Николай Васильевич Кондратьев уже не мог играть. Вот у вас у всех один и тот же вопрос, почему некоторые играют по центру, да, вот Андрей, например, а некоторые играют справа, да, вот этот вопрос вообще у всех. Пастухи играли везде. Главное, чтобы были зубы. Где есть зубы, туда прижимается рожок. Рожок играется губами, но прижимается он зубами. Так что вот, когда у меня вот эти зубы выпадут, я буду с этой стороны играть. Ну, а если все зубы на месте, то как удобно, да? А если все зубы на месте, то сейчас дальше буду рассказывать. Итак, 1923 год. Пастухи закончили. Закончился хор Кондратьева. Вот. И... Ну, рожок продолжал жить. И вот теперь мы немножечко поговорим о пастушьем промысле. Значит, что же такое пастушья жизнь? Жизнь пастуха была тяжелая, но обеспеченная. Пастух был самым желанным гостем в доме. И пастух пас и ночевал в каждом доме по очереди. Ну, и там два раза дом принимал. И вот для того, чтобы... Когда пастух в этом доме ночевал, женщина готовила самую лучшую еду. Она своих детей не докармливала, только чтобы встретить пастуха и накормить его как следует. Она должна была его накормить, напоить, уложить спать. Утром разбудить и дать с собой на дорогу так называемый тормозок. То есть тормозок это яичко там, что-то такое, чтобы он мог пообедать. Вот. И так вот на следующий день в другой дом. Ну, кстати, вот слово пастушить, оно как раз именно об этом. Очень много пастушат, да, было. Вот. Значит, пастух вставал раньше всех в деревне. Выходил в деревню на то место, на край деревни, справа или слева. И играл на рожке какой-то сигнал. Ну, любой сигнал. Играл громко, старался играть погромче. Давайте мы эти сигналы сейчас изобразим. И так пастух играет. Давай, Митя. Играет музыка. Рано-рано поутру пастушок туруруру, а коровушки и мок отвечают громко. Правильно, вот после этих сигналов коровы обычно, у них слух тонкий. А в деревне, кстати, вот я сейчас играю, мне говорят о том, что хорошо я играл сегодня утром или плохо, говорят на другом конце деревни, а это где-то 3 километра. Говорят, сегодня ты что-то неважно играл, а вот вчера ты играл хорошо. Вот так вот, то есть разносится звук такой вот сильный. И вот пастух играет, первыми просыпается корова, они мычат, и будет хозяй, хозяйки встают, хватает ведра и быстро утренние дойка. Минут через 5-10, сколько там доить, пастух заигрывает второй раз и идет уже вдоль по деревне. И вот, когда пастух идет, он перед тем, как идти, он тоже играет какой-то сигнал. И вот перед пастухом надо выгнать скотину, чтобы пастух шел сзади стада, вот это стадо выгонялось. Считалось, если хозяйка выгнула свою корову после пастуха, то это нерадивая хозяйка, никуда не годится, замуж не выйдет, или наоборот муж у нее будет пропоить и так далее. Все старались успеть пастуху выгнать. Дальше, смотрите, вот когда пастух нанимался на работу, то пастуху-рожечнику платили примерно полтора оклада, чем пастуху, который без рожка. Спрашивается, а почему хозяйки готовы были переплачивать? А почему больше удои? Музицирует корова. Ага, она ходит, да, и как мы с плеером, так она с этим, так она слушает рожечника. Нет, все не так просто. Смотрите, значит, все поля, практически все поля, которые были без лесов, без деревьев, они были распаханы, и там росло что-то. И пасти коров там было нельзя. Коров пасли в лесу. А что такое корова в лесу? Пять метров отошла вперед, а дальше боится. Пастух боится, что корову не поймает, а корова боится, что ее зверь сожрет, либо она заблудится. Понимаете? И вот она ходит пять метров от леса, всю траву вытоптала, она не столько съест, сколько потопчет, правильно? Вот, и вот после этого, какой от нее на дой-то? Ничего нет. А вот пастух с рожком, он корову в лес, коров в лес загоняет, и они там пасутся. Как их оттуда выгнать? Он берет рожок, играет на рожке пять-десять минут, и все, стадо к нему выходит. На звук рожка. Причем, что интересно, если были в одном лесу несколько стад, разных пастухов, то к этому пастуху выходили именно его коровы. Вот такие вот умные животные были. Вот. Что еще по рожкам? Какие были рожки, какие бывали? Вот самый длинный рожок назывался бас. Вот. Спрашивается, можно ли сделать рожок еще длиннее? Как вы думаете, можно ли нет? Если пальцы вот такие? Да. До отверстия уже не достанешь. То есть у меня уже предел. То есть получается, что самый длинный рожок мог быть примерно вот такой. Но может быть еще чуть-чуть. То есть это фа диез. Тональность фа диез, малой октавы. Вот. Конечно, были... Я сейчас буду уже показывать свою коллекцию. Было дело рук человеческих, когда пытались сделать бас подлиннее, чтобы он был на кварту ниже того, который есть. И вот сделали вот такой рожок. То есть если его раскрутить, он будет примерно вот такой. А чтобы пальцами достать, ну, очень неудобно на нем играть. Вот. Господи. Можно я не буду? А в Прибалтике вообще вокруг себя. Да? Ну так они Прибалты. Горячие прибалтийские парни. Такая волторна на плечо надевается. Ну, на нем тоже играть надо, потому что в большой тоже надо как учиться. Вот. А губы надо большие, чтобы на большом играть? Так. Митя, подготовиться, в следующий раз ответить. Насчет губов. Нет, на самом деле просто умение. Губы языка – это умение. Ну, оркестр там же смотрят, трубой с тонкими губами на трубу ставят. А если там хорошие вареники, можно на тромбон там или нет. Вы знаете, я на первое место ставлю желание. На первое место желание научиться, а потом все остальное. Вот. Вот это вот эксперимент с рожком. Значит, самый короткий рожок, какой может быть, безгунок маленький, он вот такой вот. Андрей играет на безгунки. Митя, Андрей, Богдан и Илья. Вот смотрите, вот такой вот рожок. Причем, видите, он у меня согнутый. Как вы думаете, я его согнутым делал? Нет. Я рожок делал прямой. А сгибается он от того, что самый лучший материал для рожков – это можжевельник. А можжевельник очень хорошо реагирует на перепады влажности. И вот этот инструмент, на нем Леша Карлаханов долго-долго играл. И вот он таким вот образом приобрел такую структуру. Причем он иногда выпрямляется, иногда сгибается. Это вот такая его сущность. А на звуке это как-то отражается? Чем более кривой, тем лучше. Так, надо сразу кривыми делать. По фонту, кстати. Так, Митя. Обошлую. Значит, запиши предложение, это потом рассмотрим. Вот, вот Сергей, Сергей Киселев сделал вот такой рожок. Значит, чем меньше рожок, тем менее устойчивый у него звук. На нем тяжело играть. Он более такой вот гуляющий. Вот он сделал такой рожок, назвал его «Трубка». Не знал, куда пристроить, подарил мне. Так. То есть, он очень неустойчивый. Берешь любое отверстие, и дырок не нужно. Играя на нем так, как при балке. Вот. Поэтому вот это оптимальное состояние рожка, это вот получается самое оптимальное, это где-то фа диез соль. То есть, вот антропологические данные говорят о том, что рожок может быть либо такой длиной, либо такой. Еще рожки были средние. Они назывались полубаски. Они не басы и не визгунки. Они вот такого размера, средние. На полубаске у нас Богдан играет замечательно. Ни разу не слышал, я ему только принес. Вот сейчас посмотрим, как он занимался без меня. Багдан, ну ты молодец. Это достойно уважения. Вот, да, конечно. Значит, вот смотрите, как делали рожки. Вот я делаю рожки путем раскола, так, как его делали в Костромской области. Ну и вообще это считается более древний путь рожков. Смотрите, я специально его раздел, принес два варианта, которые не одевал. Смотрите, значит, можжевельник, который распилен по длине. Вот видите, распил. Вот, внутри выбрано по полканала, склеено, склеено, да, сверху надевается монштук из более крепкого дерева. В данном случае у меня то березка, то береза. И здесь я выпендрился красное дерево. Поставил. Вот, вот как бы рожок. Дальше ему придается форма. И что очень важно, потом прожигается отверстие здесь, внутри. То есть последняя часть обрабатывается с помощью накаленного прута. Бросаешь и прожигаешь. Это очень важно, потому что тогда вот эта вот часть становится наиболее гладкой, наиболее правильной. Именно она отвечает за формирование звука. Вот. Значит, важная часть инструмента это чашечка для игры. Вот эта чашечка, она тоже меняла свое, со временем меняла свое, так сказать, назначение. Вот смотрите. У меня есть рожок Владимирский, есть рожок Кольчугинский, есть рожок Московский, и возьмем, предположим, давайте, Нерецкий. Вот. Вот смотрите. У всех у них разные чашечки. Вот видно, не видно? Не видно. Вот. Самый древний, самый древний из этих рожков это вот этот рожок. Это пастуший рожок от Андрея Сергеевича Кабанова. Он сказал, на его склей, а потом доставь ты его себе. Вот. Значит, что у этого рожка? У него чашечка практически минимальная. Это говорит о том, что раньше этой чашечки вообще не было. Просто дули в отверстие и играли. Так же, как может сыграть начальники. Вот. Дальше. Вот вторая часть, каким изготавливаю рожки, вторым образом. Это рожки точеные. Точеные рожки, они вытачивались на станках. Считалось, что самые лучшие рожки делались, даже как же называются, дерево, 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 дерево. Палисандровые, палисандровые, это на Владимирской области. Причем спрашиваются, откуда палисандр в Владимирской области. А там привозили катушки для цкадских фабрик. Привозили катушки, и эти катушки были из самого такого дармового дерева, из палисандра. Из этих катушек они делали себе рожки. Вот. Значит, в чем еще может быть отличие рожков от одного типа? в Мензуре. Что такое Мензура? Это какой угол канала? У Владимирских рожков, это рожки вот мы называем Владимирские, он у них более широкий. А у Неревских наоборот более узкий. На что это влияет? Вот, ну, кто будет играть, просто сразу говорю. У более широких рожков устойчивая первая октава, но уже тяжело играть во второй. У Неревских рожков труднее играть в первой октаве, но если в первой октаве научился играть, то у тебя диапазон потом еще увеличивается на 4-5 звуков. То есть играть легче на Неревском, учиться легче на Владимирском. Вот такая вот штука, ситуация. Вот. Что еще с рожками делали? Был мастер Дорохов в Москве. Мастер Дорохов, который хотел сделать хроматический рожок. Рожок, который играл бы в любой тональности, как пианино. И он сделал вот это вот произведение. У меня 10 пальцев, здесь 10 отверстий. Вот. Играть на этом невозможно. Вот. Но они играли. У него был даже фор, который играл на этих рожках. Хромой фор. при этом он еще сделал его разборным. То есть, его можно было собирать, разбирать, возить легче намного и не ломается муштук. Да, Миша? Амбуштук. Вот. Это вот такие эксперименты. Вот. Что еще? Вот пастуший рожок, настоящий пастуший, который вот, с которым пастух пас, у меня один. Вот такой вот. Это вот пастух мастера Кошелева из Владимирской области. Вот. Берестой, когда сверху обматываешь, береста плотно охватывает рожок. Она натягивается, распаренной берестой наматываешь. Этому рожку так много лет, что вся береста уже отошла. Рожок внутри ссохся, береста вся висит. Вот. Более того, вот скорее всего этот рожок не склееный. Пастухи рожки не склеивали. Они брали хлеб и вкладывали две половинки вот этого раскола и наклейку массу хлебом замазывали все щелочки и сверху в натяг обматывали берестой. И вот этот вот рожок мог играть так же, как наша играет. Я не знаю, попробую поиграть, но обычно он не играет. скорее всего внутри все-таки щели есть и вот этого ствола нет у нас. Но все равно интересно. Вот смотрите, еще важно расположение отверстий. Посмотрите, вот здесь отверстие на одинаковом расстоянии. Да? Мить, покажи свой рожок. У Мити, видите, ну подержи просто. Видите? Одно, два и два. Видите? Расстояние разное. Вот эти расстояния разные, они влияют на строй рожка. И вот я очень долго мучился, когда вот первый асамбль создавал, вот у меня уже пятый состав рожечный. Я рожечников научил человек в 30, наверное, за свою жизнь. Пятый состав, когда я в первом начинал, у меня каждый раз была проблема. Почему он играет не так, почему он не строит, почему он фальшиво играет, мне же его научить надо. Вот. И я пришел к выводу, давать какие-то указания, если рожки все разные. Понимаете? И я стал делать рожки под себя. Все рожки, на которых ребята играют, сделаны либо ими самими, либо я их делал. То есть я выстраивал рожок, выстраивал эти отверстия под себя. И когда уже ученик у меня, предположим, играл что-то неправильно, я ему делал замечание, сам попробовал, говорю, надо дыханием подтянуть там, или наоборот, надо губами подтянуть. Понимаете, да, такой вот. Именно зная, что у меня инструмент такой же, как у них. Вот. Ну, вроде бы, как бы, все по рожкам. Ну, давайте какую-нибудь смешную историю еще расскажу. Значит, на тверские рожки приходилось коров натаскивать. Вот то, что Митя играл на этом, на деревянном пищике. То есть, коровы к этому звуку приучались. Их приучали, и это был достаточно трудоемкий процесс. Вот на Владимирские рожки коров натаскивать не надо. Они больше похожи на мычание. Конечно, вот смотрите, если я сыграю один звук, вспоминайте, как мычит корова. Я ничего не открываю, я просто вот закрыл отверстие. Мычание, да, но когда корова идет с молоком по деревне, назовет хозяйку, она кричит так. Похоже? Помните? А вот когда бык разъяренный, то у нее появляется еще третий звук. И опять же, в рожке все это есть. Похоже? Вот. Когда в Англии я спросил, на кого похоже, они все хором сказали эльфант. Эльфант, точно, не слона. Чуть-чуть чувствуется у нас давно будет русский. Вот. И вот, что еще интересно. Ну, в жизни у меня были случаи, когда вот, когда на рожок вот приходили коровы. Однажды мы играли на берегу какого-то, какой-то речки. Маленькая речушка течет, и маленький бугорок, и такая лощинка за бугорком. И вот в этой лощинке мы играем на рожках с ребятами. Вот. Потом вдруг слышим такое крепкое крепкое русское слово. Причем такое громкое, вот истошные вопли просто раздаются. Непонятно в чем дело. Мы поднялись на бугор, смотрим, а там стадо, с той стороны реки. И, значит, пастух пытается их остановить, а стадо уже идет в речку к нам плыть. Форсирует. Уже форсирует, да. И он, понимаете, он их не может ни кнутом, ни как остановить. коровы идут на рожок. Вот. Дима Ростопшов у меня на острове на острове города Балтийска там коровы сами по себе гуляют. Их никто не пасет, там деваться некуда, с трех сторон вода, а с одной стороны это колючая проволока там немцы заграждение строили. Там такой вот участок пятачок, и коровы сами по себе ходили. И вот Дима Ростопшов ходил у меня, играл упражнения. Просто ходил, играл это упражнение. Вот. И вдруг мы с того несем, мы с детьми строимся на обед, а в это время через футбольное поле на всех парах к нам несется бык. И этот бык потом целый день ходил вокруг места, где мы спали. Тыкался мордой. Что такое Дима ему там сказал, никто не знает. Но бык почувствовал себя уязвленным. Вот. Ну и у меня случай еще в жизни был в Англии, когда мы такой, я уже много раз его рассказывал, наверное, вы не слышали, а мы слышали. Когда мы вышли играть на лужайку, и пришло стато коров. Мы играли на рожках вдвоем с кабаном Андреем Сергеевичем. Пришло стато коров, и он мне играет, давай, говорит, ты играешь, не останавливайся. Я говорю, да я уже устал. Ну и короче, эти коровы выстрелили зверят, бык чуть дальше. Вот. И я говорю, когда бык пойдет, мы, говорю, бежим отсюда. А там электрический пост. Там эти проводки натянутые. И вот мы, значит, бык пошел, действительно, причем бык пошел так, расталкивая коров, плечами просто пошел напрямую. Вот. Мы убежали оттуда, и стоит наш шофер, мы там на гастролях были, стоит наш шофер, и он разговаривает с каким-то англичанином. Он меня позвал, говорит, Борис, это местный фермер, это его коровы. Это был 94-й год. Я сразу подошел, у меня все опустилось, потому что я думал, сейчас мне штраф выпишут за то, что я пришел на чужую территорию, за то, что я взволновал чужих животных. Я, наверное, не расплачусь. В это время то мне говорит, Борис, это местный фермер, он знает хорошо своих животных, и он говорит о том, что сейчас его животные находятся в самом лучшем расположении духа. и он вам предлагает контракт до конца сезона и называет цифру. Эта цифра равнялась тому, что мы в десятером зарабатывали. То есть, ну я, конечно, эту цифру так проглотил, вот так вот встал и сказал, я на русском рожке для английских коров играть не буду. Ну, дурак, конечно. Ну, патриотички. Извиневички. Пошли телеграмму. Да. Вот. Ну вот, такая вот история была. Я хочу, чтобы на этом рожке играли все. Вот я не знаю, как это сделать, я не знаю, как обучить, как всего. Ярмарку рожей. А при чем здесь ярмарка? Рожок взять, вот понимаете, и Осанов, и Кабанов, и Котов, и Старостин, да кого угодно, возьмите вот из великих, они все брали рожок для того, чтобы научиться играть. Понимаете, было такое время, когда был Покровский, скунцев, пожалуйста, то же самое. Да вот все великие того времени, все брали рожок, чтобы научиться играть, а научились играть единицы. Ну, это был проблем. А можно вам совет с Украины? Да. Для вашего рожка, который Ростовский. Там, когда на тримбитах играют, они же тоже не склеены. Ага. Они берут полстаканчика, горилки наливают перед игрой туда. Она немножечко разбухает. Челочки закрывают. А вот когда нет лужи и горилки, а с утра надо пасти, то девушки, закройте уши. Пастух прям туда, да. И после этого рожок играет. Это на самом деле так. Вот. Серафим, чай. Конечно. Друзья, нам просто, там нас ждут девчонки. На этой прекрасной ноте. Зайти туда мужиками. Поэтому, кто хочет, мужики могут пойти сейчас. Сейчас, три минуты и пойдете. А Борис Серафимович, он продолжает. Можно сейчас закончим, давай, последний, чтобы... Ну, уже да. Три минуты идет. Ну, когда есть Борис Серафимович, то бабы уже не интересны. Я понимаю. Хотя пара интернета, и ты сейчас побегу. Все бабы тут, слушают вас. Короче, я преподаю в Тверском колледже. Так что, пожалуйста, мальчишки, девчонки, дети, сыновья, братья, сестры, приходите учиться. У нас берут с музыкальным образованием, без музыкального образования. Главное, чтобы было желание. Я уже за 30 лет наблатыкался, могу играть, научить играть любого. Кроме того, кто не хочет. В чем основные сложности для обучения? Тертилы выносить пробои. Нет, на самом деле сложности такие. Вот надо просто пересилить 2-3 месяца. Как только звук становится появляться, вы понимаете, красота этих инструментов в том, что вот возьмет один рожок, 10 рожечников, и 10 рожечников будут играть разным звуком, разным темпом. Понимаете? Вот рожок, кто еще хочет сыграть, тот на нем тоже сыграет. Такой это выделительный инструмент. Ну ладно, последнюю по улице местовой, да? Музыка. 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 По улице Масновой, по широкой столбовой, по широкой столбовой, шла девица за водой. За холодной ключевой, за не парень молодой, кричит девица постой. Ой, да за не парень молодой, кричит девица постой, кричит девица постой, красавица божди. Ой, да кричит девица постой, кричит девица постой, красавица божди, пойдем вместе за водой веселитесь с тобой. Ой, да пойдем вместе за водой веселитесь с тобой, уж ты парень, парень, твой глупенький разумок. Ой, да уж ты парень, 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 твой глупенький разумок. Ой, да не кричит весь народ, мой батюшка, уворот, мой батюшка, уворот. Зовет меня в огород, чесноку лук по полу. Ой, да зовет меня в огород, чесноку лук по полу. Ой, я во правую руку лук, я во левую чесноку. Ой, да я во правую руку лук, я во левую чесноку, я во левую чесноку молодому пареньку. Ну, надеюсь, вам не было скучно. Спасибо за любовь к русской культуре в общем и за Владимирские рожки в частности. Всем здоровья, радости, как дед Егор говорил, счастливо оставаться, приходите еще. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok